ПЕСНЯ Вперед! Пошли! Пошли! Вперед! Вперед! Ну, пошли! Пошли! Что случилось, поручик? Проклятые! Карета книги Недашковой! Ваше императорское величество! Да лошади дрянь! Загнал я их! Ваше намерение, поручик! Вперед! Стоп! Посадка! Конорантин! Григорий Григорьевич, что императрица, в карете, лошади стали. 27-летний артиллерийский офицер Григорий Григорьевич Орлов Окончил кадетский корпус и участвовал в семилетней войне. Его натура жаждала бурной деятельности. Он более всех в гвардии хлопотал в пользу Екатерины. Матушка Екатерина Алексеевна, поспешал к вам из-за боязни, не произошло ли с вами какой беды. Она была бедой бы нашей и всей России. Тронута вашей заботой обо мне, Григорий Григорьевич. Тронута вашей заботы Харанка Чаще техникульту Экатерина Тронута вашей заботы Сегодня в Казанской церкви пропоют многое лето новой императрице Екатерине Второй. Первым присягнет императрица Измайловский полк, подполковник Рав Кирилл Григорьевич Разумовский. Затем Семеновский, Преображенский, за ними Ямбурский, Копорский, Невский, Петербургский, Астраханский, Ингерландский полки. Войска окружат Зимний дворец, которому в 12 часов все в той же скромной черной коляске прибудет новая императрица. Спасительница Отечества щедро наградит тех, кто помог зайти ей на престол. Братья Орловы помимо денежных наград получат графские титулы. Верность Гетмана Разумовского будет оценена пенсионом в 5000 рублей. Обратите внимание, княгиня Дашкова срывает с графа Панина Андреевскую ленту, которую еще не было у Екатерины. Честолюбивая Дашкова получит от бывшей наперсницы 24 тысячи рублей. Рожденный ночью тепловым манифест о восшествии на престол будет оценен в 20 тысяч рублей. 40 самых активных участников всего знаменательного события в общей сложности получат 520 тысяч рублей и 18 тысяч душ крепостных. 18 тысяч человеческих судеб в полное и безраздельное обладание. Впрочем, подлинные творцы переворота тоже не будут обойдены щедростью матушки императрицы. Сегодня, 28 июня 1762 года, все винные погреба будут открыты для них бесплатно. Казне это обойдется 24 тысячи рублей. Фридрих Великий прокомментировал русские события так. По справедливости императрице Екатерине нельзя приписать ни чести, ни преступления этой революции. Она была молода, слаба, одинока. Она была иностранка накануне развода, заточения. Петр III позволил свергнуть себя, как ребенок, которого отсылают спать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова